Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки обладает одним из крупнейших музыкальных собраний в мире. Его фонды насчитывают около 930 тысяч музейных предметов. Объединение ведет свою историю с открытия музея имени Николая Рубинштейна в Московской консерватории в марте 1912 года. В 1941 году на его базе был создан Центральный музей музыкальной культуры, которому в 1954 году было присвоено имя великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Сегодня Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки включает в себя шесть музеев в центре Москвы, связанных с именами выдающихся российских музыкантов. Мемориальная усадьба Федора Шаляпина – музей легендарного русского певца, чье имя известно всему миру. Это одно из немногочисленных зданий, уцелевших в Москве после пожара 1812 года. Главный дом усадьбы хранит драгоценную память о жизни Шаляпина и его семьи, а усадебный флигель – традиционное место проведения художественных выставок и концертов. Неподалеку от усадьбы Шаляпина расположился двухэтажный особняк, в котором находятся музеи «Чайковские и Москва». Это единственный сохранившийся в Москве дом, где жил великий композитор. Экспозиция «Чайковский и мир» представляет более 500 подлинных предметов, связанных с жизнью и творчеством Петра Ильича, и привлекает атмосферой особой духовности художественной жизни Москвы XIX века. В музее-квартире выдающегося российского дирижера Николая Голованова хранятся уникальный архив, богатейшая библиотека и художественная коллекция музыканта, которая может стать украшением любого музея изобразительных искусств. В квартире проходят творческие встречи, концерты и лекции. Знаменитые симфонические и хоровые дирижеры проводят здесь увлекательные мастер-классы, знакомя посетителей с тонкостями своей профессии. Экспозиция музея-квартиры одного из основателей советской фортепианной школы Александра Гальденвейзера посвящена его педагогической деятельности. Музей привлекает музыкантов, хранящих память о выдающемся мастере. Среди посетителей разных лет легендарный победитель первого конкурса имени Чайковского Ван Клиберн, Дмитрий Башкиров, Николай Луганский, Екатерина Мечетина и многие другие исполнители мирового уровня. Музей композитора-новатора Сергея Прокофьева в 2016 году стал центром празднования 125-летия великого музыканта. Насыщенные новыми материалами выставки, научные конференции, концерты и творческие встречи привлекают к себе внимание широкой аудитории. Главным же событием для музея стала подготовка новой интерактивной экспозиции, целью которой является поиск новых средств воплощения музейно-выставочной деятельности. Сегодня в собрании Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры представлены нотные и литературные авторские рукописи, редкие книги, документы, связанные с жизнью и творчеством выдающихся деятелей русской и зарубежной музыкальной культуры. Обширен фонд аудио- и видеоматериалов. Художественная коллекция могла бы составить не одну музейную экспозицию. Особую ценность и гордость составляют музыкальные инструменты народов мира, которых в фондах насчитывается более четырех тысяч. Недавно постоянная экспозиция музыкальной инструменты народов мира в здании Центрального музея музыкальной культуры на улице Фадеева была значительно обновлена в соответствии с современными экспозиционными стандартами. Центральный музей музыкальной культуры является сердцем музейного объединения. Здесь проводятся наиболее значимые и масштабные мероприятия. В состав музейного объединения входит государственная коллекция уникальных музыкальных инструментов России. Это собрание струнных инструментов-шедевров, созданных в период с XVI по XX век легендарными мастерами. В их числе Антонио Страдивари, представители семей Гварнери, Амати и другие. Редкие инструменты из госколлекции живут не только за стеклом музейных витрин. Голоса старинных скрипок, альтов и виолончелей можно услышать на концертах цикла «Звучат инструменты государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов России» и на различных концертных площадках мира. На основе богатого собрания фондовых материалов проводятся выставки в России и за рубежом. В выставке «Гимн России» 70 мелодий Победы внесли важный вклад в патриотическое воспитание молодежи и стали значительными событиями в культурной жизни нашей страны. Выставочный проект к 80-летию композитора Альфреда Шнитке получил международное признание. Интерактивный образовательный новаторский проект «Звук» и «Вселенная. Человек. Игра» стал новым шагом в выставочной деятельности музейного объединения. Музеи объединения ведут активную и разнообразную научно-просветительскую деятельность, предлагая программы для тонких знатоков и ценителей и для тех, кто только открывает для себя мир музыки. Особое внимание уделяется работе с детьми, начиная с самого раннего возраста. Для юных посетителей проводятся увлекательные игровые интерактивные музейные занятия и театрализованные музыкальные путешествия. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки – авторитетный научный центр. Его сотрудники ведут исследовательскую работу, занимаясь поиском малоизвестных произведений, автографов, забытых музыкальных имен. Результатом этой деятельности становятся разнообразные музейные издания. В концертных залах музейного комплекса, ставших популярной концертной площадкой столицы, поступают отечественные и зарубежные исполнители. Звучит музыка разных стран, эпох, стилей и жанров. Стенды музейного объединения на фестивале «Интермузей», Московском культурном форуме, других мероприятиях пользуются неизменной популярностью посетителей. Оставшие поистине народными культурно-образовательные акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Ночь и День музыки» ежегодно собирают тысячи посетителей. Музейное объединение музыкальной культуры является членом многих международных организаций, в том числе Международного совета музеев, Международной ассоциации музыкальных библиотек, архивов и документальных центров. На протяжении многих лет объединение оказывает методическую помощь музыкальным музеям. В ноябре 2009 года была создана и успешно действует Ассоциация музыкальных музеев России, которая призвана способствовать качественному улучшению их деятельности, развитию межрегиональных и международных связей. Сейчас членами ассоциации являются 57 музеев России и стран СНГ. Самое масштабное в мире музыкальное и музейное объединение указом президента Российской Федерации включено в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.